всем привет давно не снимал видео потому что немного приболел простыл легкие болели то есть не до этого было ну и пока болел вот собрал очередной прототип но это скорее уже я наверное для себя его оставлю и буду пользоваться для кого-то делать такое кривовато мягко говоря все на тесте все проверяется вот что нет такое там не опять тот же самый полумост но я уже такой вот радиатор на медный без кулера я не люблю всякие моторчики чтобы они шумели не это раздражает ну и охлаждение соответственно тут уже достаточно хорошие думаю при моей мощности которая здесь будет ну ориентировочно 300 400 ватт 500 у меня уже будет защита срабатывать вот то есть в принципе вполне будет нормально так ну вот здесь у меня в качестве нагрузки сейчас не катушка не трансформатор а две за параллельные 500 ваттной лампочки в итоге получается если на 150 вольт по выходу то у нас где-то как раз 500 но около 500 ватт получается ну я амперметр подключил собственно смотрел у меня 450 это получилось вот в качестве измерительного элемента у меня можно ставить вот шунт можно ставить я тут игрался с ним никто достаточно много получилось вот он в кучке валяется разу всякие разные ну и подобрал вот чтобы напряжение у меня был достаточным для открытия вот этого топ-то пары то есть то только ограничение тоже сделал там все но в общем ничего тут такого хотя бы какая-никакая получилась гальваническая развязка вот такой системе можно и токовый трансформатор потом подсоединить брать вот эту вот всю экипану ну это уж я поставил так вот как говорится для пробы уже один нюанс такой заметил интересный получается вот эта вот штука у нас нагревает нагревается достаточно ну как чуть-чуть может быть не сильно и получается что вот когда на защита сработал у меня здесь система обесточивания есть то есть она у меня пусковой реле будет сбрасывать и до тех пор пока я не замкнул два провода там кнопка будет стоять на система не запустится то есть тут у меня срыв генерации тоже идет поймешь так не покажешь вот в общем систему я где-то на 400 ватт наверное настрою мне больше не надо потому что судя по тестам мне где вот и на 300 хватах даже и хватило бы в общем то там где-то раз в две секунды будет разряд работ с органикой например чаще смысла нет бабахать потому что какие-нибудь там те же ну допустим измельчать будут ветки там еще что-то если делать чаще они ну я не знаю смысл от этого все равно там же в воде все это плавает перемешивается раз две секунды но в полторы будет вполне себе нормально вот чаще но чаще может быть камень там дробить или еще что-то пойдет а это будет просто отбрасывать и в итоге к самому месту взрыва то есть просто просто там будет вода без всего то есть дробиться нечего будет поэтому низкая частота ударов я думаю она будет вполне себе как бы ну адекватным решением и энергозатрат меньше вот ну и кпд будет достаточно сейчас что я хочу показать как работает у меня система защиты так сейчас включим питания генератора потом включим основное питание так у меня вот латер на 400 на 400 ватт поэтому я много сильно давать не могу но у меня ждут все это регулировано вот смотрим сейчас на амперметре уже потребление какое то есть вот раз и все система у меня уже сбросилась это сбросился на в результате какой то скорее всего бак у меня с этим с латером самим потихонечку даем ток растет у нас напряжение мы видим все то есть у нас только определенный уровень превышает и система у нас отключается тут у меня провода немножко неудачно поджарится бегом собрал тест чтобы показать ну это видео опять же для михаила скорее всего он там собирает собирает без защиты не знаю в общем опасная вещь затем вот опять же силовые ключи я также смонтировал на радиатор я считаю ну вполне себе разумно потому что у меня все детали припаяны к ножкам вот чем меньше дорожки длина тем лучше у меня прям под корень фактически все подпаяна снаббера туда припаяна и диода вот защитные я поставил 308 диода почему потому что всего три ампера по моему ток вроде бы до постоянный максимальный а импульс на счет до 150 ампер поэтому я думаю в этом режиме вполне будет достаточно их таких сверх мощных каких-то там пятьсот восьмых может быть не стоит даже ставить в общем мне их и нет поэтому все буду то поставил вот получается достаточно простая конструкция вот сейчас у меня защита сработала я могу эти два контакта сомкнуть все у меня опять система заработала у меня там на платке сделана индикация я потом ее выведу на корпус так где у меня там этот светодиодик волшебный видно отсюда нет вот он светодиодик красненький стоит то есть когда срабатывает у меня будет показывать что защита сработала только так что все в принципе просто ну единственное надо все проверять потому что если такую систему вот поставил кстати диоды мощный купил на 50 ампер потому что с моими которые там стояли такие эксперименты я не стал бы проводить они вроде как на 6 ампер они конечно так себе ботовуха что называется тут 50 на 50 мне бы 10 удерживали это хорошо поэтому запасами я взял и нормально в общем вот так картинка на осциллографе тоже у меня сейчас вполне себе прилично но это на лапочках никаких у меня там проблем не возникает подключу трансформатор конечно картина изменится ну в целом все вполне красиво все у меня сбрасывается так что вот так система получилась вполне себе рабочая хотя и простая ну и гальваническая развязка есть защита есть схему нарисовал спроектировал вот потому что просто такая защита которых сама по себе перезапускается ну мне это как бы мягко говоря не интересно если что-то происходит надо подойти посмотреть снова вручную перезапустить желательно еще сигнализацию сделать чтобы он там запищал в случае чего ну хотя мне может быть это и не нужно я отходить от прибора все равно не собираюсь что вот то собирать такие подобные установки начинает собирать имейте ввиду что вам понадобится очень много всего очень много включая наверное большую часть на безопасность всякие пакетники всякие латоры там замеры там делать амперметр вольтметр нет тут несколько приборов один момент поэтому имейте ввиду это не все так просто хотя и в общем то и не сложно что кто будет собирать всем желаю удачи есть какие-то вопросы будут напишите вот что есть но поделюсь схемы там еще чем-то хотя схема у меня так набросано может как-то дальше улучшите я не знаю так это тоже все очень просто и можно дописать дорисовать очень быстро пока готова еще варианта нет я провожу как говорится такие испытания еще полевые грубо говоря ну если кому надо обращайтесь я как бы это жалеть не буду для нужного для хорошего дела всегда пожалуйста так что вот на этом наверное закончим сегодня всем пока подписываемся на канал и не болейте одевайтесь теплее всем удачи